После ЧП этот дом практически не жилой. Утром в воскресенье в одной из квартир рухнул потолок. Под завалами погибли 61-летняя женщина и ее 4-летний внук. Сын женщины, которого мы встретили, был немногословен. Потолок обрушился. Еще троим детям, гостившим у бабушки, оказана медицинская помощь. В настоящее время следователи ИСКА выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Малко провисло. Мы с детьми пока переехали временно на кухню. Сейчас вот разъезжаемся, кто по родственникам. Евгения из соседней квартиры. Обещает, что ее многодетная семья съедет к вечеру. Здесь небезопасно. Говорит, дома почти век. Год постройки по документам 1927. Она здесь живет 4 года. И когда делали первый ремонт и сняли гипсокартон, ужаснулись состоянию. А вот эту часть мы даже не скрывали. То есть, может, так посмотрел. Тут все из глины, да? Все очень старое. Уже несколько лет Евгения строит новый дом на этом же участке. То же самое, говорит, делала ее соседка, чтобы перебраться из ветхого жилья. На этих фото видна пристройка. Но не успели. У калитки двора мы встретили представители центральной администрации. Но давать комментарии они отказались. По словам женщины из соседней квартиры, здесь было уже несколько комиссий. И речь может идти о материальной помощи. Большего от администрации и не ждут. Ведь дом – частная собственность. И его жильцы не подавали документы, чтобы признать аварийным. Комментарии там читала в пабликах «Инцидент-22». Ну, Барнаул-22 закрыли, конечно, там комментарии. Я просто, ну, я понимаю, что это наша вина. Но это мы просто, как предоставили информацию для других. Вы смотрите, у нас такое горе. Вы смотрите, посмотрите, задумайтесь, залезьте на крышу. Следком города возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По последней информации, барнаульские власти обещали помочь в организации похорон погибших. Анастасия Драган, Вадим Быстревский. День с толком.